всем привет это гортензии в орехово я продолжаю серию видео обзор моих гортензий и сегодня покажу четыре сорта классических для кого-то возможно уже не слишком привлекательных но шикарно цветущих вживую очень красивых надежных это limelight пастель green полярный медведь и диамантина когда-то я здесь планировала мини аллею из гортензий невысокого роста только одна из запланированных пастель green сидит на своем месте остальные это либо пересорт как limelight либо как говорится нет ничего более постоянного чем временные возможно кого-нибудь потом придется пересаживать но сегодня не об этом начнем с limelight покупала я его как little lime и на второй год я поняла что это не он потому что он выдал во-первых полутора метровый побег ну и во вторых форма соцветий его изменение цвета совершенно не характерно было для little lime в итоге я его идентифицировала как limelight хотя у меня иногда бывает подозрение что это может быть и selection ведь это два очень похожих сорта из всей информации которую я слышала о limelight и selection есть несколько отличий первое это высота во взрослом возрасте selection он меньше limelight он может вырасти чуть ли не до двух метров это такое дерево прям selection вроде как поменьше там полтора метра по моему если не ошибаюсь второе это то что у selection а говорят шире основания метелки но опять же мне нечем сравнивать сейчас и третье это то что у selection а тоже говорят что плотно более плотные соцветия возможно проверить я этого тоже не могу так еще третье я слышала что розовение осени у них происходит немножко по-разному вроде как кто-то из них там моему selection розовее осенью становится чем limelight и четвертое тоже возможно но не факт что у limelight есть белая стадия в цветении небольшая а у selection а нет конечно это вся информация не проверенная мне сравнивать не с чем находите так вот в интернете по крупицам это довольно сложно чтобы что-то идентифицировать это так сказать я в совокупности что нашла пока что я считаю эту гортензию limelight и кстати если вы знаете как их отличить напишите в комментариях также если вы знаете форумы обсуждения чаты или видео тоже напишите в комментариях пожалуйста как отличить limelight от selection от limelight а перехожу к пастель green но это просто шикарный сорт него очень необычная окраска он не является плотно набитым но все равно прекрасен по моим наблюдениям когда он судить на солнце этот куст у него меньше выраженная зеленоватость в зеленый период цветения а вот история у этого куста такая что пару лет назад в ненормальную июньскую жару он сгорел и цвел в тот год очень плохо на следующий год весной то есть в прошлом году я его обрезала и спустя месяц после весенней обрезки он плакал и это не помешало ему шикарно цвести в том году и в общем эти два события я связываю между собой то что он сгорел и то что он плакал спустя месяц после обрезки весной хоть и не уверена что это является одно является следствием другого ну вот в этом году он тоже шикарно цветет вообще жаль что я его раньше не засняла обзор раньше на месяц или хотя бы на полмесяца он просто шикарен был хоть и в этом году я считаю ему сделала очень странную обрезку видео обрезки вы можете посмотреть у меня на канале там видео есть весенние от постель green переходим к полярному медведю шикарный сорт этой весной я делала ему довольно радикальную формирующую обрезку сформировала буквально заново он рос у него были побеги старые росли параллельно земле практически вот сформировались так так получилось и я вырезала пару таких побегов и это сработало этот курс теперь прямой и не разваливается в целом по сортовому описанию он и не должен был разваливаться но почему-то вообще я слышал очень многие жалуются на то что полярный медведь разваливается я думаю что все таки надо формировать его правильно возможно в течение нескольких лет вот как у меня получается тогда он будет вот так вот реально стоять но в целом конечно еще посмотрим что будет на следующий год все любят показывать сортовую особенность полярного медведя и я тоже покажу это гофрированные как будто бы лепестки цветов с ярко выраженными зубами ну прям вообще зубастость прям офигенная хотя говорят что это зубастость бывает не всегда или не целиком на всем соцвете чаще всего она ярко выражена внизу ну и кстати говоря большие шапки тоже являются сортовой особенностью полярного медведя а я перехожу к следующей гортензии это диамантина я такого пышного цветения от диамантина не ожидала в прошлом году он не цвел он слишком поздно выдал зачатки соцветий и я думаю что это потому что он наращивал корневую систему посадила я его два года назад он был малюсеньким кустиком с тремя хиленькими побегами но уже во время посадки он был с бутонами и зацвел рано и цел просто шикарно я подозреваю что тогда два года назад в год посадки он не успел нормально нарастить корневую систему поэтому прошлом году наверстывал упущенное и сидел наращивал там себе поэтому не успел зацвести зато в этом году он просто превзошел себя превзошел все ожидания вот такое все пышное тут кстати сейчас он начинает чуть-чуть розоветь тут вряд ли заметно на видео надо было конечно дождаться чтобы здесь солнце пришло вот здесь видно еще одна интересная деталь у диамантина я вижу тоже зубчики я не знаю есть у него такая особенность сорта или нет во всяком случае он был как бы приобретен как диамантина вот так что напишите если знаете про диамантина такие подробности может ли быть у него зубчики или нет хотя вообще-то в этом году говорят очень многие гортензий повышенная зубастость в прошлом видео я сказала что в этом году меня разочаровали не с некоторой гортензии и кратко расскажу в чем дело было в этом году лето очень холодное особенно июнь был холодный обычно вторая половина июня она прям ну жара прям в этом году вторая половина июня была очень холодная но самое главное что были холодной ночи и они были такие блин так плохо росли в июне я была прям реально очень разочарована думала что-то с ними не так думала надо их больше кормить удобрениями или не знаю что еще делать потому что прям но по сравнению с предыдущими годами это было прям очевидно но в целом они его наверстали упущенное несмотря на холодный июнь вот такая история на этом все это были гортензии в орехово всем пока до встречи в новых видео